Праздник Маулида Маулид в языковом значении обозначает день рождения. То есть вот этот месяц, это месяц рождения пророка Мухаммада. Конечно же историки говорят разные факты, в каком же именно дне родился сам посланник Аллаха. Но многие склоняются к 12 числу месяца Раби Ауаль, на котором мы находимся в данный момент по мусульманскому календарю. Если переходить в другой календарь, тогда это 571 год 20 апреля. Из-за этого, поскольку это как бы празднует мусульмане, из-за этого мы считаем это по мусульманскому календарю. Мусульмане, они на самом деле не только празднуют, да, вот этот месяц Раби Ауаль, да, якобы день рождения, этот месяц пророка, но весь год мы празднуем, что Аллах вообще не спосылал для всего мира пророка Мухаммада. Из-за этого нельзя ограничивать данный праздник каким-то одним, каким-то числом. А какие мероприятия проводятся в праздниках Маулида? Если говорить про мечети, мечети всегда устраивают, да, застолья, где постоянно читаются салаваты на пророка Мухаммада. То есть его благословляют, да, просят у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах даровал ему высшую степень в раю, поскольку сам пророк Мухаммад говорил, «Саллуллаха ли Василя, просите у Аллаха для меня Василий». Что же такая Василя? И пророк Мухаммад сам же говорит, «Фаиннаха маназилун филджанна». Воистину, это высшая степень в раю. Тот человек, который будет просить ее для меня, для него, этот человек будет удостоен моего заступничества в день суда. Хадис передает имам Аль-Муслим. Из-за этого все мы собираемся, говорим салаваты на него. И еще одно преимущество, то, что мы рассказываем те запоминающие моменты из его жизнеописания. Как называется это на арабском, сира. Сира, то есть жизнеописание. Жизнеописание пророка Мухаммада – это самое колоссальное жизнеописание. Тот человек, который прочитает его жизнь, он поймет, что это непростой человек, что в действительности этот человек принес с собой мир и милость к людям. И я еще хотел, забыл сказать, это то, что я говорил насчет мечети. Но еще и проходят мероприятия в больших, вот где ДК, есть большие концертные залы, да, специально мы их берем в аренду. И там тоже проходят, ну, поются нашиды, да, такие песни про ислам, где это все рассказывается. И там ставятся всякие скетчи, да, про доброту, про уважение к родителям. И еще там говорится тоже жизнеописание пророка Мухаммада и читаются салаваты. И таким образом те люди, которые пришли, многотысячная аудитория, они просто все это запоминают и уходят в таком состоянии, что они уже ждут, когда же придет, опять же, когда же придет следующий год. И опять же мы будем праздновать маулит пророку Мухаммада саллиллаху алихи расаллина. Иногда мы слышим так, что некоторые люди, также мусульмане говорят, что этот религиозный праздник, празднование маулита запрещено по канонам ислама. Что же можно ответить этим людям? В действительности есть изречение, что у нас есть только два праздника. Но, как мы сказали, это не обязательно, конечно же, его праздновать, праздновать маулит. Это от чего же это на самом деле исходит? Это от любви к пророку Мухаммаду исходит. Человек, который думает о своей религии, человек, который заботится об этой умме, умме пророка Мухаммада, то есть умма последователей пророка Мухаммада, он всегда озабочен одной задачей. Почему же они не знают по пророку Мухаммада? Хотелось бы мне донести для них про самого лучшего человека, который когда-либо был на этой земле. И вот этот имман, его в сердце, то есть вот это его раздумие, оно приводит к этому празднику. Никто не говорит, что это обязательно для нас сделать. Хотя сахабы, когда пророк Мухаммад приходил в Медину, они говорили, «Ваджаба шукру алейна». Теперь для нас стало обязательным благодарить Всевышнего Аллаха за то, что он послал нам пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, к нам в Медину. Мы же знаем, что он сделал переселение из Мекки в Медину. Итак, мединцы, как их называют в арабском языке, ансары, сподвижники, они вот так его встречали, нашего пророка Мухаммада. И является, конечно же, для каждого мусульманина это значимой датой. И вот из-за этого мы якобы празднуем вот эти праздники, День рождения пророка. А что касается других групп, которые отрицают, они ссылаются, что якобы это является новшеством в религии, что якобы надо делать только то, что есть в религии, а то, что не из религии, мы не должны ее делать. Конечно, это правило, оно золотое. Если каждый будет делать по-своему, трактовать по-своему, некоторые каноны шариата, тогда, конечно же, начнется хаос, поскольку это тоже является недозволенной вещью. Но именно, когда дело касается Маулида, День рождения пророка, здесь есть исключения. Здесь есть очень большие исключения. Во-первых, когда пророк Мухаммад родился, у него был дядя, который в последствии умер неверующим человеком, но когда пророк Мухаммад родился, он зарезал барана и ослободил раба. Ослободил раба. Ну, в то время были рабы, были люди, которые торгуют этими рабами. Он ослободил этого раба из-за радости. И дядя пророка, Аббас которого зовут, он говорит, что я видел этого человека, этого неверующего человека, что каждый понедельник, поскольку пророк Мухаммада родился в понедельник, каждый понедельник Аллах облегчает его наказание в аду. Представляете, из-за того, что этот человек порадовался. И есть еще и другие хадисы, и слова сподвижников, которые указывают непосредственно, что они благодарят Всевышнего Аллаха именно за то, что им был не способен пророк Мухаммад. И ученые, как Ибн Хаджар Аль-Ас-Калани, Ибн Хаджар Аль-Хайтами, имам Аль-Науи и другие ученые, они склоняются, что этот праздник, праздновать день рождения пророка Мухаммада, это дозволено. А как же мы будем понимать лучше эту религию, чем вот эти наши ученые, которые говорят о ее дозволенности в своих книгах, в своих фундаментальных трудах, люди, которые посвятили всю свою жизнь исламу, люди, которые написали столько книг, то, конечно же, никто среди них не говорит о недозволенности пророка этого праздника, и все говорят, что это дозволено. А те, которые говорят, что якобы этот праздник недозволен, этот праздник является новшеством, они, во-первых, они ссылаются на современных ученых. Во-вторых, они говорят, если бы это было дозволено, тогда же почему это не праздновали сподвижники, почему не праздновали те, кто последовало за сподвижниками. То есть, вот эти люди, которые жили во первых и во вторых веках ислама, мы говорим очень просто, потому что они просто не нуждались, потому что они просто не нуждались в воспоминании пророка Мухаммада. А мы в современном мире, люди, которые живут постоянно, которые поглощены работой, заботой о своих семьях, которых у нас даже нету, порой они не находят даже время на религию, вот посредством таких праздников они узнают, кто же это, какой человек. И сам я постоянно чувствую, когда проходит этот праздник, что люди приходят и благодарят, и говорят, столько фактов, столько мы сегодня узнали о пророке Мухаммаде, и у них вырастает на душе любовь к нашему посланнику Аллаха. Из-за этого мы говорим, что мы его празднуем. То есть, основной посыл праздника Маулида – это познать своего пророка Мухаммада. Конечно же, конечно. А в чем смысл, в чем заключается смысл познания посланий Аллаха? Знаете, это очень самый важный вопрос, наверное, в религии, потому что каждый человек, когда он покинет эту жизнь, когда он будет знакомиться с загробным миром, когда начнется уже другой мир, якобы другая жизнь, вечная, которая не от конца, а все это будет начинаться с загробной жизни, когда человека поставят его могилу, и это первый вопрос, который будет ему задаваться – кто же твой Господь? Если он на него ответит правильно, тогда второй вопрос – а кто же твой пророк? Что же ты скажешь о том человеке, который увещевал вас? Ты читал про него? Ты знал его? Следовал ли ты ему нужным образом? Из-за этого каждый человек будет спрошен насчет пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И тот человек, который его знал, который просто восхищался его жизнеописанием, конечно же, он ответит, что мой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И это является из-за этого очень главным вопросом нашей религии. И у пророка Мухаммада тоже есть свое изречение. Никто из вас не уверует полностью, пока он не полюбит меня больше, чем все остальное. Даже имеется в виду дети, близкие, жены, матери, отцы. Вот даже всех любят. Потому что пророк Мухаммад, он милостлив для своей уммы. Он будет делать заступничество в день суда, когда другие не смогут сделать ничего, кроме того, что они будут говорить, «Извини, я сегодня сам за себя боюсь». Понимаете? И это просто мы вкратце говорим. Если читать жизнеописание, то вы тоже поймете, что этот человек на самом деле достойен, чтобы мы его любили. Потому что его советы, которые он давал, его милость, которая была. То есть, как он молился за свою умму, как он просил у Аллаха, чтобы он был именно заступником за свою умму, как он просил у Всевышнего Аллаха, чтобы моя умма, она была в раю. И все это говорится и в Сирии. Даже передается хадис, что пророк Мухаммад просил у Аллаха все время, что его умма была в раю, и Аллах дал эту милость, что если рай сравнивать с рядами, если в раю есть 120 рядов, то есть, да, тогда 80 рядов из них, это будет умма пророка Мухаммада, салюллаху алейкум ассаляму. Хадис передает имам Ат-Тир-Мизия. Вопрос в отношении жизни и описания пророка Мухаммада. Какие сопределенные качества, которые не каждый мусульманин знает? То есть, качество пророка Мухаммада. На самом деле, вопрос требует отдельной передачи, можно сказать, его отличительные качества. Поскольку многие ученые писали об этом. И самая распространенная книга, это книга Аш-Шамайлюль-Мухаммадия, имама Ат-Тир-Мизия, то есть, описание пророка Мухаммада. Сколько еще комментариев есть на эту книгу? Мулла Али-Кари, у шейха имама Аль-Байджури, у Ибн-Хаджира Аль-Хайтами. Есть многотонные книги, которые просто открывают вот эту книгу, и дают знать, какой же был наш пророк Мухаммад. И имама Ас-Союты, Джалалуддина Ас-Союты, у них есть такая книга, которая называется «Хаса Исуль Кубра». Она трехтомная. Он говорит, отличительные черты пророка Мухаммада, от всех остальных людей. И когда уже читаешь вот эти книги, ты уже понимаешь, какой же это был уникальный человек. Есть еще книга имама Ибн-Хаджира, которая называется «Аль-Фусуль, Фисира-Расуль». И там в конце тоже описываются его отличительные качества нашего посланника, о которых можно говорить бесконечно, что он самый лучший из человечества, что он самый последний из людей, что у него была пророческая печать на спине, от которой его все узнавали. И что об этой печати, и об этих всех качествах еще говорилось, писалось в тех книгах, которые были до Корана. То есть Таврат, Инджиль, Забур, во всех этих книгах. В книгах, то есть упоминалось имя нашего рука Мухаммада, саллиллаху алейкумсаляму, и его отличительные качества. Но если рассказать вкратце, какой же это был человек? Не высокий и не маленький, среднего роста. Волосы были длинными, которые доходили до плеч или же до мочек ушей. Волосы были черными и у него было только несколько белых волос. Как в предании говорится, 10 или же может быть 14 волос. Его волосы до сих пор хранятся, поскольку когда он совершал паломничество, он убирал свои волосы и он волосы раздавал своим сподвижникам, которые до сих пор это все хранили. И сейчас в Мекке и Медине там есть специальный музей, который хранится, хранится вот эти волосы. И тот человек, который владеет этим музеем, ему говорит, откуда мы узнаем, что это волос пророка? Если кто-то просто покажет волос и скажет, что это волос пророка, никто же не поверит. Должны же быть какие-то отличательные черты. И отличительность этих волос, первое, у них не бывает тени. Представляете, просто у них не бывает тени. Когда их просто приносишь к солнцу, или же к светоизлучению, у них никогда не бывает тени. это первое. Второе, когда выносишь этот волос на улицу, сразу же приходит облако. Непонятно почему, но приходит сразу же облако. И от этого ты узнаешь, что это отличительность. И сейчас есть современные аппараты, где сразу же, если даже это какая-то бумага, если это даже какая-то накидка, одежда, или волос, ее сразу же кладут в этот аппарат, и этот аппарат говорит, сколько лет назад, или же сколько лет уже существует вот это. Да, например, находятся рукописи, если просто поставить, это было 500 лет назад, это было 1000 лет назад. И вот эти все волосы пророка Мухаммада, когда их ставишь, они все время говорят, что это было 1380 лет назад, 1390 лет назад. Все это говорится, что это действительно все волосы пророка Мухаммада с волосами. И ученый тоже говорит об этих качествах. У него какой же он был? Он был немножко красноватый. Голова чуть-чуть больше, потому что у арабов, если у человека была немного большая, то они воспринимали этого человека как умным человеком. Из-за этого Аллах создал его чуть-чуть побольше, еще у него была голова. У него был нос небольшой, а маленький. А на носу у него была маленькая горбушка, от чего исходил свет. Глаза у него были глаза были черными, и где белизна глаз, там чуть-чуть присутствовала краснота. А что касается насчет бровей, то они тоже были густыми и были как луна. То есть они не были соединены, они были не соединены и были как луна. и между ними была вена пророка Мухаммада, когда он злился, она опухала вот эту вену. И пророка Мухаммада саллиллаху салям, губы были чуть-чуть большими, а зубы были тонкими. И между зубами были чуть-чуть маленькие отверстия, откуда тоже исходил свет. Пророком Мухаммада саллиллаху алейкум была черной чалма, который он носил, и у него были палантины, которые были цвета красного, зеленого и белого. И в некоторых преданиях передается, что иногда он надевал черные. У него он носил сандалии, и когда они рвались, он всегда сам сшивал их. У пророка Мухаммада, что он любил? Дыню, огурцы, и еще говорится, что он любил есть арбуз. А из мяса он любил есть птичье мясо, поскольку оно быстро осваивалось в желудке. И это то, что любил пророк Мухаммад, он никогда не был, если ходили люди толпами, он никогда не ходил первым или же последним, он всегда был в середине. Если он кого-то видел, то сразу же первым начинал давать салям, то есть первым начинал всегда приветствовать. Если кто-то его звал о послании к Аллаху, он никогда не отворачивался только головой, он отворачивался всем телом и якобы уделял индивидуальность каждому человеку. Пророк Мухаммад, у него руки и ноги были чуть-чуть побольше. И как говорит Анас Ибн Малик, я никогда не держал руки нежнее, чем пророка Мухаммада. Когда он говорил, он не говорил быстро, он говорил медленно. Когда он читал Кур'ан, он никогда не соединял аяты. Он каждый аят читал по отдельности, а когда он говорил, он чуть-чуть делал паузу, чтобы люди его понимали. И иногда бывало так, что он повторял некоторые слова дважды, или же может быть и трижды. Ну, такие вот маленькие отличительные качества. А если еще говорить, то очень много у него качеств существует. Елдос Хуандыкович, огромное вам спасибо за отзыв на нашу передачу. Это была программа «Путь к кисне». Меже добра вам. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин